Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», второй том, вопрос 829. В прошлый раз вы утверждали, что богобоязнь – основа, главное чувство верующего человека. Но в заповедях нет. Убойся Бога своего всем сердцем своим. А есть возлюби. Воспитание чувства благодарности и любви к Богу – вот основа всех основ. «Боязнь, страх перед Богом или чертом – это вред душе», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И о любви, и о благодарности сказал и правильно. А что касается страха Божия, то тут большая ошибка у вас, потому что без страха Божия не достичь любви. Как говорит Игнатий Брянчанинов, что тот лжет, кто думает, без страха Божия усовершится в любви. Книга Сирахова, первая глава, с 11 по 13 стихи, 18 и 28 стихи. Страх Господень. Слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень. Усладит сердце и даст веселье и радость, и долгоденствие. Боящимся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень. Дар от Господа и поставляет на стезях любви. Венец премудрости. Страх Господень. Произрастающий мир. Невредимое здравие. Но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Не будь недоверчивым к страху перед Господом, и не приступай к нему с раздвоенным сердцем. Книга Сирахова, 25 глава, 14 стих. Страх Господень. Все превосходит, и имеющий Его с кем может быть сравнен. Книга Сирахова, 40 глава, 28 стих. Страх Господень. Как благословенный рай, и облекает Его всякую славу. Послание филиппийцам. 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда послушны, не только в присутствии Моего, но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего. Когда же мы достигнем совершенной любви, а достигнем ли когда-либо, тогда можем сказать 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви. Псалом 2 глава, 12 стих. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженный всеуповающий на Него. 2 Фислоя Никитин, 1 глава, 8 стих. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа.